Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Психологическая и материальная помощь. Губернские власти организовали доставку в Татарстан родственников погибших и пострадавших в ДТП. До космоса рукой подать. Вопросы ракетостроения обсудили на Международном конгрессе в Аэрокосе. Комфортная городская среда в Самарской области благоустроит в этом году полторы тысячи дворов. Работа над ошибками. Детсад в поселке Мехзавод должен быть отремонтирован к сентябрю. На все сто в Самаре чествуют тех, кто получил наивысшую оценку на госэкзаменах. Губернские власти организовали поездку в Татарстан родственников погибших и пострадавших в автокатастрофе. Им предоставили транспорт. С ними поехали психологи и медработники. Для доставки тел погибших в Самару и Тольятти готов спецтранспорт. По решению губернатора Самарской области Николая Меркушкина, семьям погибших окажут помощь из резервного фонда в размере 1 миллиона рублей. Пострадавшим до 500 тысяч. Средства переведут родственникам после предоставления номеров расчетных счетов. Напомним, авария произошла 2 июля около часа ночи в 9 километрах от Заинска. Пассажирский автобус ехал из Самары в Ижевск, столкнулся с КАМАЗом, опрокинулся и загорелся. Погибли 14 человек, в том числе 6 жителей Самарской области. Наживались на инвалидах, теперь предстанут перед судом завершено расследование в отношении трех жителей Самары. Мужчин 38-52 лет и 40-летние женщины, создавших финансовую пирамиду. От их действий пострадал 531 человек. Более половины из них глухонемые. Общая сумма ущерба 50 миллионов рублей. По версии следствия, обвиняемые создали интернет-сообщество, на сайте которого размещали информацию о доходности по вкладам от 20 до 30 процентов ежемесячно. Особая роль в противоправной деятельности отводилась женщине, которая, будучи инвалидом по слуху, активно рекламировала общество среди глухонемых людей. Денежные средства вкладчиков перечислялись на карточке организаторам пирамиды, их родственникам, знакомым и тратились ими по своему усмотрению. Я нормально. обеспечить правопорядок на всех объектах Мундиале. В зоне особого внимания стадион Самара-Арена. Самарские силовики активно перенимают опыт коллег из региона, в частности из Казани, где проходили матчи Кубка Конфедерации. Также в рамках встречи Николай Меркушкин и Владимир Татауров обсудили работу строительных и подрядных организаций. Новые материалы для покорения воздушного и космического пространства и технологии работы с ними. Передовые идеи ученые со всего мира обсуждают в Самаре. В Национальном исследовательском университете имени Королева открылся международный конгресс. Кроме ученых, здесь собрались и представители российских промышленных предприятий. Технологии, которые найдут применение и в авиастроении, и в производстве товаров народного потребления. В Самарском университете разрабатывают новые способы обработки металлов. Они позволяют получить материал с определенными заданными свойствами под конкретные задачи. К тому же повышается качество готовых деталей. Основная наша цель – это уменьшить себестоимость, уменьшить за счет уменьшения расхода и повышение предельных себестоянных возможностей материала. То есть, чем лучше он деформируется, тем меньше с ним проблем при последующем форме образования. Самые передовые разработки в области работы с металлами и авиакосмическими материалами обсудят представители 36 вузов из регионов России, ученые и специалисты из 10 зарубежных стран. На площадке Самарского национального исследовательского университета открылся международный конгресс. Больше трех сотен участников приехали на событие, действительно знаковое в области разработки авиакосмических материалов. Такие научные встречи проходят раз в 4-5 лет. Самара не случайно стала площадкой для международного обмена опытом. Поддержке научно-исследовательской и инновационной сфер в регионе повышенное внимание. Все те мероприятия, которые мы проводим, они направлены на это, мы ищем более эффективные варианты научных исследований, с тем, чтобы мы сами могли генерировать и идеи, и стандартные, и вот другие конкретные продукты, которые отходили по спросу не только нашей страны, но и зарубежных. Развитие научной деятельности в числе приоритетов. Самарский университет впервые в истории оказался в двух международных рейтингах ведущих вузов и имеет все шансы войти в сотню лучших университетов мира. Кардинально новой ступенью в развитии инноваций и внедрении разработок в производство станет создание в Самаре технополиса «Гагарин-центр». Международный конгресс в Самаре продлится до 7 июля, а осенью Самарский университет примет в своих стенах участников международного форума под эгидой ООН по мирному космосу и конкурса «Молодой инженер». Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Полторы тысячи дворов приведут в порядок в Самарской области. В этом году в более чем 30 регионах России стартовал проект формирования комфортной городской среды. На преобразование Самарский регион получит больше 2 миллиардов рублей с федерального и областного бюджетов. О подготовке к программе сегодня говорили на совещании с участием представителей Федерального министерства строительства и ЖКХ, Совета Федерации и городской администрации. Подробнее Олесь Карецкая. Парковки, детские и спортивные площадки, ровные тротуары и дороги. Есть в каждом дизайн-проекте, который составляет Самарцы для участия в федеральной программе благоустройства. Один из таких – двор по проспекту Карла Маркса, 13. Жители здесь сами следят за порядком, объединились в общественный совет, активно сотрудничают со своей управляющей компанией. Вырастили, ухаживаем, цветы, деревья, газолики. Чтобы сделать свой двор еще красивее и удобнее, подали заявку на участие в федеральной программе формирования комфортной городской среды. В этом году планируют обустроить парковку и детскую площадку. Жители 65-го дома по улице Пензенская весной принимали участие в проекте городской администрации «Поработал отдохни». Провели несколько субботников. Теперь намерены расширить дворовый проезд и поставить спортивный комплекс. Люди сами определяют фронт работ. Свой дизайн-проект показывают представителям Федерального министерства строительства и ЖКХ. И сейчас люди все за, все будут помогать, участие трудовое, все у нас будет как бы своими силами. В Самарской области в этом году обустроят полторы тысячи дворов. Проведут озеленение, сделают освещение, обустроят парковки, различные площадки для отдыха, игр и занятий спортом. Отремонтируют внутренние проезды. Чтобы благоустройство было комплексным, вместе с работами во дворе планируется проводить и капитальный ремонт дома. Одним из подходов к реализации этой программы, по мнению Минстро, является вопрос синхронизации работ по благоустройству дворовой территории и по приведению в порядок, прежде всего, фасадов. Я уверен, что при поддержке людей нам удастся сделать все правильно, сделать так, как люди сами этого хотят. В этом году для участия в программе «Градская среда» Самарская область получила почти миллиард рублей из федеральной казны и еще миллиард 200 миллионов поступила из областного бюджета. Две трети этих денег направят на приведение в порядок дворов, остальное – на восстановление знаковых объектов. В частности, реконструкцию площади Куйбышева и четвертой очереди набережной. План ремонта обсуждался с жителями на общественных слушаниях. Жители настояли на том, чтобы был амфитеатр, чтобы удобно было размещать людей для проведения городских мероприятий. Ну, потому что это наша набережная, мы на ней, так скажем, и выросли, и гуляем, и с детьми. По проекту нам очень нравится. Мы готовы потерпеть и шум, и грязь, и пыль, все, лишь бы только все было хорошо. 63-й регион стал пилотным в федеральной программе благоустройства. Она рассчитана на пять лет. Положительный опыт затем будут перенимать по всей стране. Олеся Корецкая, Станислав Левин, События. Особое внимание бесхозным территориям в Самаре порядка 250 участков, где в этом году не косили траву. На еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии районам, администрациям и управляющим компаниям поручено в ближайшее время исправить ситуацию. С сорняками во дворе на улице Максима Горького дворники справляются в считанные минуты. Работы много. В ведении муниципального предприятия больше тысячи домов. К тому же из-за частых дождей трава в этом году растет не по дням, а по часам. У нас ведется уже второй покос, в рамках чего выполнено уже 19% территории. По большому счету идем очень хорошо. Сейчас в Самаре остается непокошено 9% дворовых территорий, в отстающих промышленные, советские, ленинские и железнодорожные районы. Если во дворах порядок навели, то с незакрепленными территориями дела обстоят хуже. Только в Самарском районе площадь бесхозных участков составляет порядка 60 тысяч квадратных метров. Особенность района в том, что незакрепленка у нас это в основном территория стрелки реки Самара. Там есть какие-то предприятия работающие, но жителей там нет. По сути, ущерб от той же аллергенно-содержащей травы не так явно для населения. Поэтому мы стараемся изначально расставлять приоритеты и работать на тех территориях, которые касаются жилья, и потом уже переходить на стрелку. По информации городской административно-технической инспекции, в Самаре почти 250 участков, где с начала сезона ни разу не проходила коса-косаря. Эти пустыри, которые сейчас начнут нам через дней 20 давать проблему, для наших граждан в виде аллергии. И обращаясь к районам, у вас достаточно ресурсов, как людского, так и финансового, для того, чтобы скосить на сегодняшний день все эти пустыри. Особое внимание первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил обратить на отдаленные районы и частный сектор. Как проводится работа, проконтролирует инспектор АГАТИ. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События. 325-й детский сад в поселке Мехзавод должен быть приведен в порядок к началу учебного года. Ремонт зданий контролируют представители городской администрации вместе с экспертами и членами регионального штаба Общероссийского народного фронта. Во время предыдущей проверки подрядчик обещал устранить все нарушения к 1 июля. Как прошла очередная ревизия, расскажет наш корреспондент. Не уложились, никак не ожидали, что весь июнь будут идти дожди, оправдывается подрядчик. К 1 июля обещали устранить все огрехи своей работы, но крыша по-прежнему течет, влага попадает на потолки и стены. Капитальный ремонт 325-го детского сада в поселке Мехзавод провели еще в сентябре прошлого года. Тогда же и выяснилось, что кровля сделана с нарушением технологий. Конечно, после того, как пошли дожди, выпал снег, пошел грибок, плесень. Честно, очень страшно для ребенка отдавать, когда в группе, извините, плесень. 325-й детский сад комбинированного типа. Сюда ходят 260 детей, часть из которых имеют проблемы со здоровьем. Устранить все нарушения за свой счет подрядчика обязали представители городской администрации, прокуратуры и Общероссийского народного фронта. К сожалению, мы констатируем, что те обещания, которые давали строители, они их не выполнили. На сегодняшний день мы договорились уже с администрацией города и области о том, что до 20 июля все работы будут доведены до нужного уровня. До конца июля подрядчик должен заменить 400 квадратных метров кровли и после этого провести косметический ремонт стены потолков, испорченных водой. Также необходимо заменить скользкую керамическую плитку на входах на более безопасную. Если этот срок подрядной организации не будет выполнен, нашим департаментом совместно с представителями народного фронта будет направлено обращение ФАС о включении подрядной организации в реестр недобросовестных поставщиков. В случае, если подрядчик не уложится в сроки и на этот раз, администрация города обратится в суд с просьбой заменить строительную организацию. Платить за ремонт по-прежнему будет недобросовестный подрядчик. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. К чемпионату мира по футболу Цитробанк выпустил серебряные монеты с изображением Самары. Какой будет тираж, расскажет наш экономический обозреватель Ларис Шлафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня чуть подешевела после роста накануне. Баррель марки Brent стоит 49 долларов 50 центов. Валюта дорожает. Курс на 5 июля. Доллар 59 рублей 22 копейки. Евро 67 рублей 29 копеек. Золото стоит 2341 рубль. Серебро 31 рубль 24 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 59 рублей 39 копеек. Дороже всего продать за 59 рублей 11 копеек. Правительство страны дополнительно направит 2 миллиарда рублей на поддержку валютных ипотечных заемщиков. Порог задолженности для выезда за границу планируют увеличить с 10 до 30 тысяч рублей. А Центробанк выпустит 24 тысячи памятных монет с Самарой в честь чемпионата мира по футболу 2018 года. Это будут серебряные монеты номиналом 3 рубля с изображением ракеты-носителя «Союз» и фигурой футболиста. Также памятные монеты выпустят с достопримечательностями Волгограда, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. На этом все. Удачи в делах! Золотой кадровый резерв Самары сегодня поздравляли выпускников, которые сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Это высшее достижение в изучении предмета. За таких студентов борются ведущие университеты. Но все-таки большинство из отличников решили, что образование в Самаре можно получить не хуже, чем в любом другом городе мира. Олег Зверев пообщался со стобальниками. Сразу двое выпускников лицея авиационного профиля «Самары» сдали единый государственный экзамен по физике на 100 баллов. Специалисты утверждают, что это высший пилотаж в изучении предмета. Получить 100 баллов – это выдающийся результат, это экстраординарный результат, потому что здесь вот, ну, с моей точки зрения, должно быть стечение трех обстоятельств. И вот первое – это вот хорошая подготовка, что есть у многих учеников. Второе – ну, нужно, ну, просто вот к этому моменту, когда ребенок будет писать ЕГЭ, нужно быть в хорошей физической форме. Учитель физики Евгений Самойлов, он же отец Александра Самойлова, одного из стобальников, говорит, что к занятиям наукой сына не принуждали. Александр сам без труда решает задачи высшего уровня сложности, занимается астрономией, робототехникой и программированием, занимает призовые места в олимпиадах и конкурсах. Я могу составлять программы, согласно которым будет работать какой-то космический аппарат. Автоматы, например, которые, или какие-то машины, которые отправляются в космос, аппараты различные, они все автоматизированы или частично автоматизированы. И поэтому та сфера, в которой я собираюсь работать, она может быть очень востребована в этой области. Павлу Киселеву больше нравится заниматься экспериментальной физикой. Его мечта – найти свое призвание в ракетостроении. Благодаря физике я вообще в целом увидел мир в плане нашей страны. За счет всяких олимпиад, конкурсов мне удалось поездить и в страны ближнего СНГ, Белоруссия или Казахстан. Но, с другой стороны, физика открыла для меня и мир в целом. Для них открыты двери самых престижных учебных заведений мира. Но 59 из 70 отличников заявили, что собираются продолжать образование в Самаре. Об этом говорили на торжественном приеме, который глава Самара Олег Фурсов провел в колонном зале. На все 100 в городе написано 73 работы. Трое из 100 бальников умудрились получить высший результат по двум предметам. Какой бы путь вы ни выбрали в своей жизни, пусть он будет успешным, удачным. Мы всегда будем рядом с вами. Будем оказать вам всяческую поддержку. Не забывайте про это. И для этого мы здесь и собрались, чтобы поддержать вас в вашем очередном жизненном выборе. Выбор учебного заведения и пожелание вам успешного поступления. Самара меняется. И вы знаете, что меняется она очень большими быстрыми темпами. Ремонтируются дороги, ремонтируются фасады зданий, строятся новые объекты культурной, спортивной сферы. И я так думаю, что после окончания школы, после окончания учебных заведений вы найдете работу именно здесь. Потому что вы очень нужны нашему родному городу. Выбор остается за самим выпускником, ведь каждый из них делает его уже точно зная, чего он хочет добиться в жизни. Олег Зверев, Сергей Баскин, Дмитрий Мешканцов. События. Далее коротко о других событиях дня. Около 150 пассажиров рейса Самара-Сочи задержались в аэропорту из-за позднего прибытия самолета. На рейс, который сдвинулся почти на 4 часа, было зарегистрировано 140 человек. Жалоб и обращения от них не поступало. Региональный Минздрав пообещал самарским врачам миллион рублей за переезд в село. В программе «Земский доктор» могут принять участие специалисты, моложе 50 лет, имеющие высшее образование. Прием документов продлится до декабря 2017 года. Санитарным нормам не соответствуют три пляжа в регионе. На них обнаружено превышение нормы содержания вредоносных микроорганизмов. Это в первую очередь Самарской набережной от Ленинградской до Вилоновской, пляжа Автозаводского и Центрального районов Тольятти. Специалисты связывают это с обильными дождями и сливом загрязнений с прилегающих территорий. Кроме того, не рекомендуют купаться на озере под Новокуйбышевском, в леслагерей «Березки» и «Юность». К концу недели в Самаре станет немного прохладнее. В пятницу, по прогнозу синоптиков, в дневные часы столбик термометра покажет от 18 до 23 градусов. В ночное время – 13. До конца рабочей недели погода в регионе будет зависеть от волнового циклона, сформированной на стыке прохладной атлантической и жаркой тропической воздушных масс и пройдя через акваторию Средиземного и Каспийского морей. Он принесет в наш регион дожди разной интенсивности, грозы, шквалистые порывы ветра, возможен град. В парках Самары все лето будет звучать джаз. В проекте участвуют лучшие коллективы. Зрителей ждет серия концертов-лекций, на которых можно будет познакомиться с джазом во всей его полноте. Организаторы уверяют, став постоянным гостем фестиваля, за одно лето можно много узнать о джазе, о многообразии стилей и их историческом развитии. Проект проходит при поддержке городских властей. В Самарском зоопарке снова пополнение. На днях посетителям показали косулю Бембелис от Ричарда и Пикселя. Сегодня представили новых приматов Бруно и Бусинку, которые наделали немало шума среди своих сородичей. С подробностями Юлия Черняева. Настоящая любовная драма развернулась в стенах зоопарка. Новый постоялец, гомодрил Бруно, очаровал сразу двух обитательниц-зверинца – Клару и Яну. К нам приехал Бруно, гомодрил, мужчина в самом раз все эти силы, ему 7 лет. Клару, в общем, одобрила, была безумно рада этой встрече. Мужчина он не промах, соответственно, получилось так, что еще и соседка в него влюбилась по уши. Теперь у них война, так сказать, женская. Бруно гомодрил со звездным прошлым. Долгое время выступал в цирке с известным дрессировщиком Геннадием Глазуновым. Серая кудрявая мантия – особая гордость примата, как и пушистые бакенбарды. Неудивительно, что такой красавец понравился не только самке бурового макака Яне из соседнего вольера, но и гостям зоопарка. Я думаю, что они похожи на людей тем, что они очень ловкие, как люди. Я думаю, что он сможет завести друга или подружку. Еще одна новая соседка пока скромничает, но потихоньку осваивается. Из пензенского зоопарка приехала игрунка обыкновенная. Ей всего несколько месяцев. Имя для обезьянки выбрали сами посетители – бусинка. Вес такой игрунки чуть больше 200 граммов. В зоопарке продолжается акция «Погладь меня». Каждый вторник и субботу можно будет погладить некоторых питомцев и сделать фото на память. Юлия Черняева, Сергей Баскин. События. Уимблдонская трава стала несчастливой для Анастасии Павлюченковой. В этом году представительница самарского тенниса не смогла пройти даже первый раунд. Ее лучший результат на этом турнире – четвертьфинал. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте. С вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Анастасия Павлюченкова покидает Уимблдон. Хоккеисты «Лады» вышли из отпуска. Самару представили как город-организатор мундиали. Стойка информации Самары, города-организатора Чемпионата мира по футболу, работала в медиа-центре стадиона Санкт-Петербург на протяжении завершающей недели Кубка Конфедераций. Журналистам рассказывали о подготовке города к Чемпионату мира, строительстве инфраструктурных и дорожных объектов в туристических возможностях региона. С помощью 3D-графики можно было изучить строящийся стадион Самара-арена. А накануне финала турнир и презентация городов-организаторов Чемпионата мира прошла для представителей международных СМИ. За стойкой информации Самары журналисты встречали вице-губернатор области Александр Фетисов и послы Самары, герой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег Кононенко и экс-нападающий крыльев Советов Евгений Савин. Хоккеисты «Лады» вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону. Исключением стали лишь легионеры, которые присоединятся к команде чуть позже. Часть игроков отправились проходить медицинское обследование, остальные провели первую втягивающую тренировку под руководством нового тренера по физической подготовке Василия Коновалова. Тренерский штаб Толятинской команды претерпел изменения. Помогать Артису Аблсу в сезоне 17-18 будут Виктор Игнатьев, работающий в прошлом сезоне в «Спартаке» и Владимир Шиханов, до недавнего времени возглавлявший молодежную команду «Ладья». Тренером вратарей будет Дмитрий Ячанов, который до этого работал в ЦСКА. В расположении тренерского штаба два вратаря, 12 защитников и 15 нападающих основного состава. С ними будут заниматься несколько хоккеистов из молодежной команды. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, получившая от организаторов «Имбулдона» 16-й номер посева, проиграла матч первого круга в трех сетах Австралики Арине Родионовой со счетом 6-3, 6-7, 7-9. Матч продолжался 2 часа 33 минуты, Павлюченкова три раза подала на вылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейкпоинтов из 13. На счету Родионовой 3 эйса, 6 ошибок на подаче и 5 брейков. Анастасия после поражения покидает турнир, а Австралийка будет сражаться за выход в третий круг. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова